У важности рабочих профессий в одном из колледжей нашего города состоялась конференция, посвященная разъяснению учащимся роли честного труда в становлении нашего государства. На мероприятие были приглашены актюбинцы, много лет проработавшие в нефтяной сфере, отдавшие годы своей жизни изучению данной отрасли. В целом учащимся первого и второго курса рассказали о нефтяной отрасли Казахстана, наглядно демонстрировали примеры ее работы. В следующий год президент объявил годом рабочих профессий, и наш колледж играет важную роль в подготовке кадров. Мы стараемся сотрудничать с компаниями, чтобы после окончания обучения наши выпускники смогли устроиться на работу. Перед этим в процессе обучения пройдя практику на их предприятиях. У нас готовят таких специалистов, как автомеханики, технологи, техники, электрики и многие другие. Данные профессии сейчас очень востребованы на рынке труда. Перед учащимися выступали специалисты долгие годы, посвятившие себя нефтяной отрасли. О педагоге рассказали о послании президента народу Казахстана, в котором глава государства заявила о важности реформы профессионального образования. Потому что я всегда хотела работать в какой-то технологической профессии, и здесь можно совместить и умственную силу, и физическую. И также мне бы хотелось в будущем тоже внести какие-то новшества в наше нефтяное дело и развивать его в Казахстане. Мы, помню, такой вопрос уже был до этого, когда у нас стало очень много гуманитарных профессий каких-либо, и теперь, думаю, стоит развивать действительно какие-то нефтяные профессии, технические такие, где можно работать и руками, и головой. Третий курс, 31.90, учусь на переработчика нефти и газа. Эту профессию я выбрал, потому что у меня брат работает по этой профессии. Во-первых, зарплата хорошая, во-вторых, очень хорошая специальность, можно попробовать себя в новом, также можно развивать в стране нефть, нефтедобывающую промышленность. Ну и, в общем, это довольно интересная профессия, потому что можно и головой работать, и при этом руками. Всего в колледже по специальности нефти и газа, переработке и недропользовании обучается около 200 человек. Динара Абдулева, Жанна Бельсагиев, телеканал АкТУБЕ.